Дельфин Групп Дельфин Групп Дельфин Групп Дельфин Групп Дельфин Групп Это предприятие, которое выпускает основные бренды, в том числе и мировые. Чистота на заводе говорит о том, что здесь правильно и грамотно проводятся профилактические мероприятия. Рабочий и инженерный состав приучены к чистоте. Сегодня во время обхода несколько раз была произведена дезинфекция мест общего пользования и цехов. А для соблюдения социальной дистанции имеются специальные разметки. То есть сегодня на предприятии я могу констатировать факт, что работа и мероприятия, профилактирующие возникновение коронавирусной инфекции, налажены на очень должном уровне. Основное производство «Дельфингруп» – это товары народного потребления. Здесь имеется самый большой завод масляных и воздушных фильтров для автомобилей. А для удобства и оптимизации процесса работы у компании есть свой завод по производству полиэтиленовой тары для всех видов продукции. Также здесь находится единственный в мире завод по производству дистилляции глицерина. В скором времени закончится строительство завода по регенерации мерных масел, единственный во всей России. В округ компания пришла в 1994 году. Но чем обусловлен выбор расположения завода? Почему именно Пушкино, а не другой город? Ну, в двух словах расскажу как. Здесь был Пушкинский опытный механический завод. Этот завод начал производство пресс-форм. Один из первых в России начал производство пресс-форм. И таких маленьких оборудов для производства полиэтиленовой тары. Нам очень хотелось первым начать производство полиэтиленовой тары в России. Именно основательно. Поэтому мы пришли на этот завод, сорендовали здесь цех. И в итоге нам в 1997 году этот завод продали. Нету деревни, где нет в каком-то магазине какого-то шоу-райда или какой-то тормозушки. Еще что-то нет. Ну, самая сильная дистрибьюторская сеть. Мы же первые начали. Мы первые начали. Вообще мы первые начали с маслами, с этими фасованными заниматься. Все это слово, масла. Мы первые начали в этой стране. Что касается системы дезинфекции и аналитов. Уже порядка 10 лет компания сотрудничает с Институтом электрохимических технологий и получает путем электрохимии всевозможные растворы. Аналиты, каталиты и остальные растворы. А три года назад получили эксклюзивную установку по производству аналитов – экологически чистого средства. Данный раствор признан распотребнадзором нетоксичным и эффективным в отношении вирусов и бактерий. Поэтому мы его используем, аналит мы используем только в своих предприятиях и всех наших партнеров. Сейчас мы получили заключение на холодный туман. Холодный туман путем аналита распространяется, что признаны сейчас все ведущие торговые центры типа ГУМа, ЦУМа, Крокуса используют наш аналитный туман. В будущем он будет использоваться и в аэрофлоте, и в метрополитене, в МПС. Проблемы, связанные с пандемией компаний, конечно, были. Это и трудности с перемещением, и то, что много регионов закрыто. Соответственно, закрыты магазины и, как следствие, падение продаж. Но между тем, сейчас очень хорошо продаются моющие средства и антисептики. Как показал обход главы, компания с достоинством и, главное, с пользой переживает период пандемии. Кристина Кристинина, Владимир Парфенов, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.